В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева и в начале выпуска коротко об основных событиях. Во время рабочей поездки глава Ленинского городского округа Станислав Катаров побывал в детском саду в жилом комплексе Пригород Лесное. Детский сад современный, по новым технологиям построенный. Престольный праздник отметили в храме великомученицы Марины в поселке Бица. Центр Дельфин открывается после проведения профилактических работ. Бассейн на сегодняшний день, 1 августа, весь идеально чистый. Уже 1 сентября в жилом комплексе Пригород Лесное появится новый детский сад. Дошкольное образовательное учреждение станет долгожданным подарком для местных жителей. За месяц до открытия его проверил глава Ленинского округа Станислав Катаров. Во время рабочей поездки глава Ленинского городского округа Станислав Катаров побывал в детском саду в жилом комплексе Пригород Лесное, построенном в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования. Новое дошкольное учреждение, рассчитанное на 360 воспитанников, станет пятым по счету в данном микрорайоне. Трехэтажное здание общей площадью 4000 квадратных метров выделяется комфортной планировкой и отвечает всем требованиям безопасности. В детском саду созданы отдельные блоки для каждой из 15 групп, включая игровые и спальные зоны. Обустроены комнаты для дополнительных развивающих занятий и медицинские кабинеты. На первом этаже здания расположена зона ожидания для родителей. Детский сад современный, по новым технологиям построенный. Вы видите, какие использованы материалы. Поэтому коллеги подходят к своей работе качественно. И очень здорово, что они слышат и нас, и жителей, и ускоряются по срокам введения соцобъектов. На прилегающей территории благоустроены игровые площадки с безопасным покрытием для детей разных возрастов. А также оборудованы места для хранения детских велосипедов и самокатов. На сегодняшний день действует уже 4 детских сада. В прошлом году буквально был запущен 4-й садик. В этом году 5-й садик запускается. Школы здесь сейчас функционирующих 2 школы полностью. В прошлом году мы только запустили школу номер 2. В этом году заканчиваем строительство школы номер 3 к концу года будет готова. И уже начали строительство школы номер 4, которая также будет в 2026 году сдана. Стоит отметить, что все работы были завершены раньше срока. И уже 1 сентября детский сад распахнет свои двери для юных жителей округа. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Максим Константинов, Видное ТВ. Этим летом уже более 150 тысяч ребят из Подмосковья провели смены в детских лагерях. Бесплатно смогли отдохнуть около 3 тысяч детей, чьи отцы принимают участие в специальной военной операции. Всего для детей из Московской области организован отдых более чем в одной тысяче лагерей. 105 из них находятся за городом, 985 при школах, а еще 4 на Черноморском побережье, где несколько недель в том числе провели ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Выбрать лагерь для отдыха ребенка можно на сайте campmosrek.ru. Планируется, что до конца лета отдохнуть смогут еще порядка 30 тысяч детей. После профилактических работ оздоровительно-образовательный центр «Дельфин» в городе Видное и филиал в поселке Развилка вновь готовы принять любителей и спортсменов. Центр известен своими стандартами безопасности и качеством воды, которая поддерживается на высоком уровне. Это наше сердце бассейн, которое очищает воду. И он имеет есть и ребра. Вот они, кассеты, они чуть светлые, потому что они работают. Бассейн закрывался с 1 июля на месяц для профилактических работ и косметического ремонта. За это время были проведены необходимые технические проверки, заменено некоторое оборудование и расходные материалы, включая кварцевый песок в системах фильтрации. Небольшой ремонт включил в себя мелкие работы, которые освежили помещение. Чистили пластины, которые вырабатывают ионы серебра и мете. Поэтому это самое главное. Поэтому бассейн на сегодняшний день, к 1 августа, весь идеально чистый. Фильтры у нас чистые. Центр «Дельфин» является одним из самых популярных мест для занятий плаванием и другими видами спорта. Как для детей, так и для взрослых. Престольный праздник отметили в храме великомученицы Марины в поселке Битца. Поздравить духовенство и прихожан, а также принять участие в божественной литургии, приехал архиепископ Подольский и Люберецкий Аксии. Наш корреспондент Максим Козлов также побывал на празднике. Храм в поселке Битца, построенный в 2015 году, является единственным в России, посвященным великомученице Марине Антиохийской. Ее вспоминают в православной церкви 30 июля. Соответственно, в этот день прихожане духовенства отмечают престольный праздник. Поздравить их и принять участие в божественной литургии приехал архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Марина Антиохийская – христианская дева, почитаемая в лике великомучениц. Она жила на рубеже 3-4 веков во времена гонений христиан и причислена к лику святых за многочисленные чудеса, но главное за то, что под пытками не отреклась от своей веры. Очень важно найти в жизни главное, потому что в жизни много всего и главного, и второстепенного, и, наверное, беда, когда местами эти вещи меняют. Великомученица Марина, будучи юной, несмотря на это, что была весьма молоденькой, она нашла в своей жизни главное – веру, и даже Господь сподобил ее подтвердить эту верность своей кровью. Вот, наверное, хочется и всем нам пожелать уметь находить в жизни главное. По традиции в престольный праздник после литургии совершается молебен с крестным ходом. Священнослужители, прихожане и гости обходят храм с хоругвами и иконами. В заключении торжественной службы с проповедью к собравшимся обратился архиепископ Подольский Илюберецкий Аксий. Господь в заповедях своих говорит о том, что тот человек увидит Бога, который чист сердца. Вот все наши труды с вами здесь, в земной церкви, в этом пути жизненном и направлены на то, чтобы сердце свое очищать. И какой же праздник без угощений? Для прихожан приготовили пирожки, конфеты и морс. Максим Козлов, Александр Логинов, Максим Константинов. Видное ТВ. В Видновской детской поликлинике продолжает работать отделение спортивной медицины. Его цель – прохождение углубленного медицинского осмотра спортсменов. Какие врачи принимают и как проходит обследование, узнал наш корреспондент Юлия Стаферова. Отделение спортивной медицины в детской поликлинике работает с 2002 года. Это структурное подразделение Видновской клинической больницы, предназначенное для комплексного медицинского осмотра детей и взрослых, которые профессионально занимаются физической культурой и спортом. В одном месте можно пройти все необходимые обследования у узкопрофильных специалистов, для того, чтобы определить допуск к спортивным занятиям. Сдачу анализов крови, общий анализ крови, общий анализ мочи, проходят антропометрию. Мы здесь проводим ЭКГ плюс ЭКГ с нагрузкой. У нас есть пять узких специалистов. Это врача от арена ларинголога, невролога, травматолога, ортопеда, врач спортивной медицины, врач-педиатр. После прохождения всех врачей пациентам выдают справку о состоянии здоровья и присваивают группу. Именно эти показатели определяют, каким видом физической нагрузки может заниматься человек. Первое – это все здоровые пациенты, естественно, у кого нет никаких изменений. Вторая группа – это те пациенты, у кого есть изменения, но чем они могут заниматься в основных группах. Третья категория, третья-четвертая категория – у нас есть адаптивные пациенты, которые занимаются также адаптивным спортом. У Людмилы Секрии четверо детей. Сын и дочь занимаются бальными танцами, мальчишки увлекаются дзюдо и самбо. Для того, чтобы добиться высоких результатов на соревнованиях, им необходимо регулярно следить за своим здоровьем. Отделение спортивной медицины помогает родителям значительно ускорить процесс прохода к врачам. Я на самом деле очень довольна, потому что все в одном месте, все сделано как-то вот компактно. Вот, допустим, я сегодня пришла, очень надеялась, что пройдем быстренько все. Но все не получается за день, так как и детей много, и врачей достаточно, да, и анализа. Но практически мы всех специалистов, ну, четыре специалиста за сегодня мы пройдем с тремя детьми, допустим. Всех специалистов здесь можно пройти за два дня. Запись на прием доступна через портал Госуслуг или в 148 кабинете в этом же отделении. Юлия Стаферова, Сергей Ларин, Максим Константинов, Видное ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания.